Эфир новостей Прима продолжается. Мы работаем в прямом эфире и сегодня, как и анонсировали, будем обсуждать вот такую тему. С 3 апреля красноярцам стали проходить двойные платежки. Одни за обслуживание дома, другие за тепло, горячую и холодную воду. Теперь можно за это платить напрямую. Ну а что делать, когда такие платежки двойные приходят, когда нужно платить одновременно и ресурсникам, и управляющей компанией? Что делать жителям? Вот сегодня по этой теме мы будем беседовать с Дмитрием Новиковым, начальником управления Красноярского филиала Сибирской теплозбытовой компании. Дмитрий, добрый вечер. Оксана Белова, представитель директора управляющей компании по правовым вопросам. Оксана, добрый вечер. И Валерий Погорелов, координатор совета дома. Валерий, добрый вечер. Итак, с 3 апреля нам зачем-то должны приходить, и уже приходят платежки, где мы отдельно за тепло и горячую и холодную воду платим. А для чего? Зачем такие неудобства жителям, когда раньше платили одной платежкой, и всё было, надеюсь, хорошо? Ну, давайте я, наверное, начну. Ну, наверное, неудобством это назвать нельзя. То есть все изменения свелись к тому, что вместо одной квитанции будет две. Соответственно, жители, граждане будут платить отдельно за содержание, отдельно за коммунальные услуги. А основная цель данного нововведения, так скажем, для того, чтобы ресурсоснабжающая организация получала денежные средства напрямую из жителей за те ресурсы, которые она поставляет. А до этого, получается, не получала? Она их получала, но через управляющую компанию. То есть собирала управляющая компания сама, а затем отдавала их уже в ресурсоснабжающую организацию. То есть где-то терялись? Да, и были компании, которые теряли либо часть, либо все эти денежные средства, они не доходили. Чтобы таких ситуаций не возникало, соответственно, введена вот эта схема работы. А риск самый главный для жителей какой? Если деньги до вас не доходят, значит, тепло, горячую воду и холодную просто отключаются. Ну, мы не можем... Даже тем, кто платит? Нет, тем, кто платит, отключить ничего нельзя. Но не поступление всех денег в полном объеме создает сложности в работе всей компании. Нет той надежности, так скажем, гарантии, которые могли бы быть, если бы были все денежные средства в полном объеме поступали. А прежде чем мы сейчас услышим комментарии представителей управляющих компаний, напомню, телефон прямого эфира 202-22-22. Названивайтесь, делитесь своим мнением по этой теме, или, может быть, вы уже столкнулись с двойными платежками, и как вы вышли из этой ситуации. Вот у Оксаны Геннадьевны хотелось бы задать вопрос. Вы представитель управляющей компании. Ваша управляющая компания целиком и полностью, в полной сумме пересылала деньги, так скажем, ресурсоснабжающим организациям? В размере собранных с населения денежных средств. То есть мы не можем 100% платить, если нам не платят 100%. Но те деньги, которые мы собираем, то есть именно коммунальную услугу, мы их перечисляем ресурсоснабжающим организациям. Но вот в связи с этими нововведениями, что-то в вашей работе кардинально изменилось, может быть, что-то неудобное теперь стало? Ну вот, конечно, больше сейчас. Дмитрий рассказывал все-таки о прямых платежах. О прямых платежах, которые у нас приняты уже, ну, наверное, года четыре. Года четыре. Это когда собственники принимают решения и платят напрямую в ресурсоснабжающую организацию, но исполнителям услуг остается все-таки управляющая организация. Все долги, какие есть, все равно предъявляются к управляющей компании. А вот с 3 апреля у нас принят закон, внесены поправки в жилищный кодекс, который нам рассказывает о том, что сейчас собственники смогут принять решение и перейти на прямые договоры. Вот пример этого мы знаем по энергосбыту. У нас с вами, например, квитанции, мы все видим, жилищную услугу, коммунальную услугу, услуга электричества у нас нет, она отсутствует. Мы платим напрямую, на прямых договорах жителей, как правило. То же самое сейчас за холодную, горячую воду и тепло. То же самое сейчас будет, да, за холодную, горячую воду, за тепло. И также региональному оператору будут платить за услуги по вывозу мусора. То есть, получается, вы с себя, так скажем, эту ответственность сняли, теперь это все на целиком полностью ответственности самих жителей. Мы хотели ее снять, но закон нам говорит, что вы ее тогда снимете, если собственники все-таки примут такое решение, уйти на прямые договоры. Это их право, но не обязанность. Вы не можете просто так отказаться от этого. Второй случай, это если ресурсоснабжающая организация увидит, что управляющая компания не платит два месяца. То есть, недобросовестная получается. Законом недобросовестно, да, в течение двух месяцев она не оплачивает, да, не вносит платежи. Тогда она вправе в одностороннем порядке отказаться от договора с управляющей компанией и точно так же увести дом на прямые договоры. Вот такие варианты. Давайте узнаем у наших телезрителей, что они думают по этому поводу. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Владимир. Слушаем вас. Вот у нас управляющая компания обанкротилась и теперь нам присылают счет из ГК, например, за отопление, за все. Да, мы платили и той компании, и она нам должна эти деньги была вернуть, и нам не вернули эти деньги. И сейчас и нам из ГК выставляют счет по оплате, что мы им должны через суд вернуть эти деньги. И мы с той компанией не можем ничего выбить. Вот такая ситуация сложная. Как можете прокомментировать, что делать? Здесь можно, конечно, прям много рассказывать, но управляющая компания, она обязана у нас предоставлять все услуги. И здесь, конечно, ресурсоснабжающая организация вправе предъявить все претензии свои по неоплате только управляющей компании, но никак не собственникам. Собственникам в том случае, если сейчас обанкротилась управляющая компания, то, конечно, ресурсоснабжающая организация вправе выставлять отдельные платежки, по которым люди будут платить именно коммунальную услугу. Но здесь, опять же, нужно выяснить, на какой стадии старая управляющая компания находится. Стадия банкротства, либо просто, да, им сказали, что вот обанкротились они и все. То есть каждый индивидуальный случай рассматривать нужно. Да, да, да. Мне вот хотелось бы все-таки Валерия Перфильевича узнать. Вот вы как представитель непосредственно жильцов, то есть ресурсную компанию мы узнали, управляющую компанию тоже. Вот вам, как жителю дома, удобно, что будут приходить две платежки? Вы по ним будете в разные инстанции все оплачивать? Нет, как показывает практика, конечно, это неплохо, чтобы так платили. И, в принципе-то, основная масса жителей желает напрямую платить и получать такую же услугу. Но дело в том, что там отвечает, здесь палка о двух концах. Отвечает управляющая компания, собирает ресурсоснабжающая организация деньги. Вот, например, вот сейчас прошел год, ну, год закончился, отопительный сезон, и сейчас перетоп идет. Кто за это дело несет ответственность? А, между прочим, там... Оплатить жителям, получается. Оплатить жителям нужно. И, а там, значит, на тепловых узлах находятся модемы, которые сигнализируют, сколько, как, что сделано. И туда не нужно ходить, а можно в кабинете сидеть, собирать. То есть вы про то, что как раз где-то западает ответственность? Непонятно, кто за что отвечает. Нет, ну, правильно. Ресурсоснабжающая организация собирает деньги. Но отвечает управляющая компания. Управляющая компания остается отвечать за качество услуг и сроки предоставления этих услуг. Получается, если управляющая компания эти качества, услуги оказывает некачественно, вы имеете право ресурсной компании что-то недоплачивать. Но непонятно, как они между собой разберутся, получается. Дело в том, что положено же каждый день, каждый день снимать показания температуры подающейся. Обратки в соответствии... Каждый день положено? Каждый день положено. Ну, разные схемы работы. Закон трактует каждый день. А должен кто это делать? Управляющая компания? Управляющая компания должна делать. Смысл всей этой системы, всех изменений как раз и сводится к тому, чтобы исключить из поставки данных ресурсов вправе компанию. И как раз получать будут ресурснообравящие организации деньги напрямую и отвечать за те услуги, которые она оказывает. То есть, она будет тогда, температура повысилась, воздуха наружного, раз температура, подающая тепло, тоже повысилась. Уменьшилась, температура уменьшилась. Так будет? Так оно и сейчас так происходит. Нет, никто не такой не происходит. То есть, конкретно в доме, а нужно просто навести порядок? Ну, сейчас тут каждый дом, много домов, которые сейчас платят от 2,5 тысяч до 8 тысяч. То есть, это не зависит от тепла, насколько в квартире тепло, сколько тепло за окном? Здесь немножечко, знаете, такая тема скользкая. Потому что это, во-первых, зависит от прибора учета. Какой прибор учета установлен? А кто контролирует эти приборы учета? Управляющая компания. Опять же. Да. То есть, сам прибор учета технически какой он? То есть, зависит он от температуры наружного воздуха, либо он не зависит. Вот это тоже очень много. Но вот сейчас как раз вот эти поправки, которые внесли с 3 апреля, да, они говорят, что за качество услуг будет отвечать управляющая компания. Ресурсоснабжающая организация, управляющая компания обязана, не вправе, а обязана предоставить все сведения для правильного расчета. То есть, показания приборов учета общедомовых. Они снимаются в электронном виде, действительно, за каждый день идет учет. Показания индивидуальных приборов учета будет предоставлять управляющая компания. Рассматривать жалобы жителей, если они будут поступать на качество, да, либо расчеты. Будет тоже управляющая компания, но совместно с ресурсоснабжающей организацией. Ну, ресурсоснабжающая организация, между прочим, вот даже в нынешнем состоянии дела. Как она участвует? Вот, к примеру, хотя бы приехал хоть один ресурсник к нам в дом и проверил приборы. А, между прочим, как показывает практика, приборы установлены наискость, идет погрешность. Трубы не отцентрованы, идет погрешность. Ну, за такие мелочи, кто-то, что-то, что-то, что-то провода лежат. На трубах это тоже идет погрешность. А кто платит? Собственник платит. Ну, хорошо, что есть жители, которые это все замечают. Я бы никогда не поняла, кто там крив и сквозь лежит. С этими вопросами не надо разбираться. Ну, да, нет, это правильно. Но это ресурсная компания, непосредственно, это их ответственность с этим заниматься. Ну, дело в том, что плохо, да, что плохо. Вот приезжают проверяющие контрольные надзорные органы. Так. Они вызывают только управляющие. Вот я написал заявление, что-то, с чем-то не согласен. Как житель? Как собственник жилья. С чем-то я не... Ну, температура у меня не маленькая или большая. Приезжает представитель надзорного органа, приходит в управляющую компанию, они идут, смотрят, соответствуют ли это или нет, а меня не берут. Вот. Вот я, понимаете, я сколько раз обращался в стройнадзор с жалобой. А у вас холодно или сильно жарко в квартире? Да я, одна батарея у меня включена всего из трех батарей. То есть у вас, наоборот, перетух? Да жарить там невозможно, значит. И это не только у меня и думают. А, получается, вы не пользуетесь этим теплом, но платить за него в любом случае приходится. А платить, да, как же западать. В таком случае что нужно сделать? Отрегулировать эти датчики, так скажем, визуку? Ну, нюансов очень много. То есть схема сложная, на самом деле, поэтому нужно обращаться. Поэтому каждый день-то сниматься должна температура. И слесаря, и с управляющей компанией должны регулировать совместно. Вот мы с вами перейдем на прямые расчеты и... То есть там не больше этого, да? Скажите, а это будут какие-то дополнительные обязанности у тех же слесарей, у той же управляющей компании, которую нужно будет более тщательно следить? Может быть, это тогда и новые люди понадобятся для этого? Я думаю, что нет. Вот в штате управляющих компаний точно не понадобится новых людей. Возможно, в штате ресурсоснабжающих организаций такие люди понадобятся, поскольку они начнут работать с должниками, да? То есть вот в рамках именно взыскания задолженности, если кто-то не оплачивает. Есть технические отделы в ресурсоснабжающих организациях со своими специалистами, которые контролируют вот это все, да, совместно с управляющей компанией и с советами домов. То есть дополнительные расходы, которые вдруг возникнут на плечи тех же жителей лично? Нет, в коем случае. Самое главное в этой всей системе, что для жителей ничего не должно ухудшиться, никаких дополнительных затрат ни в коем случае на жителей выставляться не будет. То есть расходы на печать, подготовку второй квитанции также, они не увеличат ту плату, которую вносят жители. Вот это самое главное для всех жителей, чтобы было понятно, что ничего по сути не изменится. То есть все будет так же, как и было ранее, но нужно будет просто прийти, одну квитанцию подать и вторую. Скажите, а действительно ли этих управляющих компаний, так скажем, недобросовестных, которые не доставляли вам деньги, было так много, что пришлось делать вот такие вот изменения? Ну, как бы сложно говорить, много, но немало на самом деле. То есть это же проблема не Красноярск конкретно, это проблема по всей стране, то есть закон федеральный принят. Поэтому проблема такая есть, она назревает, ну, чтобы не допускать уже до крайностей. Я напомню, телефон прямого эфира 202-22-22, дозванивайтесь, принимайте участие в беседе. Мне подсказывают, что есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, мы вас слушаем, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Меня зовут Марина, улица Бийская, дом 1. У нас ситуация такая. У нас был кленовый дворик, управляющая компания. Потом мы перешли в новый вектор. Шесть месяцев мы платим в новый вектор квитанции. В начале этого месяца пришла досудебная претензия с ресурсоснабжающей организацией о долгах. Я позвонила в новый вектор и спросила, где наши деньги. Мне ответили, что деньги все уже перечислены. Сейчас конец месяца, 31 число или 30-го, я звонила. А, 30-го. Значит, что все будет посчитано. Все ваши деньги, которые вы нам платили, мы переведем в ресурсоснабжающую организацию. У меня вопрос такой. Эти деньги поступили уже, за нас рассчитались? В курсе ли вы? Нет, конечно, я вам сейчас не скажу. Поступили конкретно ваши деньги. Если у вас есть более такие вопросы, можете обратиться к нам на телефон в квитанциях указанный. Вам более подробно пояснят. Сейчас, конечно, я не скажу конкретно по этому дому жителю. Мне бы хотелось бы знать, сейчас напрямую платят жители центрального района. А вот когда все красноярцы, то есть жители других районов, сможет уже пользоваться, так скажем, этой услугой, то есть напрямую платить ресурснабж? Ну, во-первых, для того, чтобы это произошло, жителям нужно провести собрание и принять такое решение. Что касается конкретно жителей, которые находятся на обслуживании в УК ЖСК, то есть по центральному району, по другим, такие решения были приняты. И на сегодня реализована данная схема в центральном районе. Далее будет реализовываться по другим районам города постепенно. Ну, сроки точно обозначить сейчас сложно, но в ближайшее время все это будет уже сделано. Поэтому все, что нужно, это провести собрание и предоставить протокол. Дмитрий Олегович, если жители не проведут собрание, что тогда будет? Все, как сейчас, платят. То есть просто у жителей появилась новая возможность, а если они хотят, они могут этим воспользоваться. Это право жильцов, поэтому их принадлежат. Но в любом случае, если дом решит, то будут платить такси, не отдельно какие-то взятые. Нет, нет. Большинством голосов будет принято решение по прямым договорам, да, и уйдут все. Ну, решение обязательно для всех жителей дома. То есть, Министерство подчинится большинству, как всегда. Ну, если при прямых платежах, все равно управляющую компанию будем платить, так или нет? Или отдельно? Платить будете нам, ресурснабжающую организацию, конечно. Нет. Ну, вот, к примеру, как если взять микрорайон Солнечный, да, который ездит в центр города, платить? Ну, сейчас, я так понимаю, есть возможность электронных платежей? Потому что нет абонентских пунктов. Ну, это вопрос другой физической оплаты. Ну, а не будут абонентские пункты? Будет ли доступно эта возможность оплатить? Будет доступно. А то, может быть, наконец, вот как сюда мы приехали, с одного конца города сюда приехали. А вы, кстати, можете с жителями как раз поголосовать против, потому что ездит далеко. Вот такой тоже вариант. Нет, так нам должны объяснить, мы не против. У нас, к сожалению, время эфира сейчас заканчивается. Благодарю всех гостей, которые сегодня пришли и рассказали нам по этой теме очень важные вещи. Спасибо большое, Валерий Порфирьевич, Оксана Геннадьевна, Дмитрий Олегович. Эфир новостей «Прима» заканчивается. Спасибо всем, кто были с нами. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»